Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Образовалось оно в 1899 году Путем переселения крестьян на свободные земли Сибири Название Нарва это в переводе гиблое место Потому что здесь когда были первые переселенцы Здесь было кругом болото, тайга Дорог не было, комарьё Ужасные условия проживания Поэтому гиблое место По исторической справке мы делали запрос в Государственный архив Санкт-Петербург и нам пришёл такой ответ Дата образования села Нарва и вот именно в переводе Нарва началась с 1900 года Как место поселения первых лесозаготовителей Купца Щеголева А в документах оно значилось В Столыпинских документах Переселенческого управления Это Нарвский переселенческий участок Названный по названию ручья Нарва Крестьяне с местных деревень Сосновка, Кияй, Телюб, Акиловка Шли в Нарву на заработки всевозможные Здесь люди были зажиточные Они имели угодья На угодьях населили овёс Овёс необходимый для рабочих лошадей Лошади не менее четырёх Требовалось каждому хозяину Для того, чтобы заготовить лес Лес заготавливали и сплачивали в плоты Потом сплавляли Были среди сплавщиков Знаменитыми считались лоцманы Потому что мана в то время была полноводна Если плот где-то застрянет На мели или заведёт его в проток Потом требовалось много времени Чтобы это разобрать и снова сплотить Поэтому лоцманы были самыми уважаемыми людьми Один плот стоил 96 рублей Но в то время считалось это очень большие деньги Потому что корова стоила 5 рублей А нарвенцы по 4 плота успевали за сезон сплавлять К 17-му году Купцы красноярские Порядком по мане уже вырубили леса И вот эти леса Которые мы сейчас видим на сопках Их не было Было вот это всё лысое место Значит склоны были лысыми И даже эти лысые сопки Их можно было видеть на фотографиях Вплоть до 50-х годов Это вот сейчас мы видим Что заросло лесом И кажется всё красиво На самом деле это лес очень молодой Как известно Здесь проходила гражданская война У нас была организована Баджейская республика Маршрут был от села Шалинского И до Степного Баджея В данных населённых пунктах ещё сохранены музеи Довольно-таки интересные У нас на реке Борзаначка Стоит памятник Участникам гражданской войны После гражданской войны у нас в посёлке Стал проходить сплав и заготовка леса Затем после 30-х годов, наверное Сюда стали отправлять репрессированных И стали в то же время организовываться лесопармхозы Которые действовали до развала Нашего Советского Союза Вот это вот здание Это здание Первый лесхоз Построено в 1932 году До него стоял здесь дом Местного паромщика Ивана Рыбалка В этом месте была устроена переправа Это первая переправа Через Ману Когда казаки брали нарву Значит, на этой горе, на Унгутской Она тогда называлась Никулочкина гора Ну, кто-то её называл Высокая нарва Установлена была батарея И этот дом был разбитый Артиллерией Историческое место Нарвы Является площадь На самом деле это территория бывшего храма Когда шло крушение храмов Батюшка был арестован Его арестовали за то, что он нёс службу Ему было запрещено нести службу, но он нёс Он жил напротив храма в своём доме Который был построен на средствах местных жителей Батюшку выселили и переселили на Воронцов хутор 8 километров выше Паммане от Нарвы Но он всё равно ходил пешком и вёл службу Батюшку всё-таки арестовали И поместили в клуб Там была в клубе комната специальная для арестантов А наутро приехал местный житель Я не буду говорить его фамилию И забрал батюшку на телегу, увёз Куда он увёз, никто не знает Что с ним было, тоже не знает Знает только одно, что носил потом этот местный житель Лисью батюшкину шубу Достопримечательность у нас ещё Нарвский ремонтно-механический завод был Освоен он был в 50-х годах Со всего края России сюда съезжались большая техника для ремонта машин Для вывозки леса У нас очень много проживает семейных династий Которые работали на этом заводе Которые до сих пор продолжают работать на этом заводе Но свою силу, конечно, он не имеет уже завод И как Нарвский ремонтно-механический он уже не является Прежде там были покосы, угодья нарвенцев Вот, и когда завод спроектировали В Ленинграде его проектировали И начали строить То нарвенцы очень недоброжелательно это приняли И даже как-то противодействовали Ну, бывает, что разметят, где фундамент подсыхал Или что-то там траншеи рыть Ночью нарвенцы туда перебирались Тут берег все это рушили На другой день снова повторялось то же самое Но до тех пор, пока охрану не выставили И не стали ловить этих нарвенцев И потом принимать их на работу Насильно, сторожами Чтобы их в тюрьму не посадить Потому что времена были суровые Послевоенные Могли бы расценить как вредительство Река Мана, значит, протяженность ее 450 километров Начинается она из озера Сорок В Манском Белогорье В Манском Белогорье очень древнее образование Которое сохранилось еще со времен Милового периода В Ману открыли два казака Они, значит, через Каннский по Кану поднялись До Манского Белогоря Искали новый народ И нашли там камасинцев Князек по имени Байга Камасинцы признали Белого царя Дали 40 соболей И казаки по Мане Тогда сплавились в Красноярский острог Ну, будем так считать 629 год Потому что однажды они Искали новый народ На Канн два года И только на второй год Они вышли до Манского Белогоря Получается так, что Мана была открыта Русскими не с Устья А с Истока Каждое лето У нас по реке идет большой сплав Туристов Туристы отдыхающие Расположены везде вдоль всех берегов Общаются с местными жителями Знакомства такие происходят И бывает даже, что повторно И не раз, и не два Они возвращаются сюда же Одним и тем же маршрутом Потому что действительно Природа наша завораживает Что и говорить Не только горы Но и сама река Река вообще в переводе Она означает Это малая вода Но сам путь Сплав по реке Мана Очень разный То есть везде Буквально за каждым поворотом Природа своя, особенная И каждый раз хочется сюда возвращаться Возвращаться и возвращаться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова